Всем привет дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес и мы сегодня посмотрим игрушку под названием Two Point Hospital. В общем-то, мне ключик прислали разработчики, игрушка очень, походу будет очень интересная, это симулятор больницы. Постройте больницу с нуля и сделайте самой привлекательной и самой эффективно работающей во всем округе. Две вершины, у нас вот такая будет цель. Друзья, если игрушка вам понравится, то обязательно сразу ставьте лайки, если хотите, чтобы мы дальше продолжали снимать. И, соответственно, пишите в комментариях полезные советы по прохождению, какие-то интересные идеи, обязательно описывайте все это дело в комментах. Ну, собственно, давайте будем начинать. Я посмотрел, что в стиме очень много положительных отзывов по данной игре. Вышла она недавно, стоит она, ну, приличненько, больше 1000 рублей, но поглядим, что она себя представляет. Опа! 52% больниц приходят лучше, чем мы шли. Так, там, в принципе, показывают, как здесь все работает, да? Громковато немножко, сейчас, ребят, звук убавлю, я не ждал, что это громко. Доверьтесь нашим специалистам. Кстати, вот это все можно будет построить. Ух ты мой. Вы достойны лучшего. Приходите в больницу Two Point Hospital. Нужны новые сотрудники. Так, короче, будем нанимать новых сотрудников. Интересно, начало это был клипец, так скажем, о том, что возможности данной игры. Сейчас нас будут знакомить, как, что у нас здесь работает. Добро пожаловать в округ Two Point. Меня зовут Альберт Ворчинсон. Я буду вашим верным советником в нелегком деле управления больницей. Это нижние туточки. А вот ваша первая клиника. Щелкните по ней, чтобы начать работу. Нижние туточки. Называется больница. Сделайте первый шаг в карьере заведующего больницы и начните с АЗОВ и построите свою первую клинику. Окей. Так, у меня здесь есть справа внизу, у нас есть стоимость 200 тысяч долларов, акции 10 тысяч. Какие-то еще акции есть. Можно, видимо, акции продавать. Стоимость акций 20 долларов сейчас. Возможно, они будут расти у нас. Это что такое? Крутосы. Выполняйте задачи и зарабатывайте крутосы. Тратьте их на то, чтобы заразблокировать новые предметы. Это что такое? Простижность организации. Общее количество звезд, присужденных всем больницам организации. Лидеры, карьера и меню. Ладно, погнали. Начинаем. Начинаем. Сделайте первый шаг в карьере заведующей больницы. Хух, ну что, ребята. Давайте попробуем. Больница в Ту-Пойнт. Добро пожаловать в округ Ту-Пойнт. Вы готовы начать строить свою первую больницу и приступить к лечению пациентов? Так. В первую очередь вам, наверное, стоит оглядеться вокруг. Для того, чтобы осмотреть территорию больницы, перетаскивайте игровое поле. Зажав правую кнопку мыши, так же можно перемещаться. Это понятно. С помощью колесика вы можете приблизиться, удалить. Это ясно. Так, это вот так. Это вот так. А это вот так. И что там еще можно? Первое, что стоит разместить в больнице, это регистратура. Здесь будут регистрироваться вновь прибывшие пациенты. Разместите стойкую регистратуру у входа. Так. Как там повернуть? Подожди. А, вот так. На R и E. На R и E английском. Я знаю, что были предыдущие части, похожие на... Так, как ее поворачивать-то? Подождите. А, ZX. Ага, понял. Как ее правильно-то поставить? Нужно у входа, наверное, вот сюда, может быть, поставим его. Нормально. Так, зажимаем, щелкните либо кнопкой мыши. Все, готово. 1000 баксов у нас стоит регистратура. Столик для регистратуры. Отлично. В регистратуре должен быть работа администратора. Знамите соискателя. Чтобы открыть список соискателей, выберите администратора в меню найм. Значит, предыдущие части были, но я в них не играл. Итак, я хочу посмотреть, что у нас тут наворотили. В общем-то, в предыдущей части мы точно проходить не будем, наверное. Сразу начнем с самой новой и свежей. Игрушка, кстати, вышла, по-моему, вчера. Или сегодня, или вчера. Где-то так. И уже наворотил очень много отзывов хороших. Так, подождите. Кого тут выбирает администратора? Я могу любого выбрать? Или можно сразу задорого взять вот этого товарища? Сразу крутого. Давайте возьмем. Это у нас Брюс Персил. У него прям три звезды. Он какой-то крутой. Рекомендация места работы. Малолитражка. Блин, как громко-то все. Вы что так громко-то? Подождите, нанять нужно. Нанимаем. Ставим его сюда. 1300 у него будет в месяц. Опа, подождите. Чтобы построить кабинет, перейдите в меню кабинета. И выберите нужный пункт в списке. Сделав выбор, перетискивайте курсор, чтобы наметить размер, местоположение кабинета. Чтобы поместить в кабинет обязательно предметы. Так, подождите. Я хотел вообще-то звук убавить немножко. Это можно как-то мне сделать? Кто тут сразу же? Давай чуть-чуть, звук чуть-чуть потише. Что-то прям вообще все громко капец. Особенно вот это вот. Прямо что-то дико орет все. Музычка и диджея. Диджея это кто такой у нас? Непонятно. Надеюсь, сейчас будет более-менее комфортно. В кабинете меню врач общей практики. Давайте кабинет выберем. Врач общей практики 5800. Диагностика, консультация, общение с живым человеком. Каждый раз после уточнения диагноза пациент должен посетить врача общей практики. Именно он дает направление к следующим специалистам. Берем его. Теперь нужно, наверное, растянуть как-то, да? Вот, наверное, вот так. Я не знаю, сколько нужно сделать. Насколько большой этот кабинет нужно сделать. Давайте попробуем построить, ну, например, вот так. Теперь у нас тут можно окна, что ли, забабахать или что-то такое. Двери. Вход, например, вот здесь. Так, кабинет. Давайте сюда. Поставим это что такое? Шкаф какой-то. Шкафчик. Так, хорошо, уже неплохо. Слушайте, дверь, окно, рабочий стол, шкаф для бумаг, мусорная корзина есть. А мусорную корзину почему нельзя поставить? Давайте мусорную корзину поставим возле, наверное, возле входа. Вот сюда мы ее поставим. Так, а может быть ее снаружи надо ставить? Может быть в кабинете, чтобы удобно было выкидывать? Давайте можно и снаружи поставить без проблем, чтобы они не мусорили у нас людям. Где-нибудь вот сюда, наверное. А окна как? Ну-ка, давайте окна. Так, окна вот сюда, окна вот сюда. Так, в меню... Что еще нужно будет сделать? Минимальный размер 3 на 3 клетки. Разместите двери, стол и шкафов. Затем по зеленой галочке. Давайте мы забубеним вот сюда. Вот так, теперь нужно найти врача, который будет работать в кабинете общей практики. Отлично, отлично. Блин, что-то у нас, по-моему, тут какой-то диджей. Музыка даже не знаю, авторская, не авторская. Давайте мы ее немножко даже вообще убавим, чтобы вообще ее не слышно было. Так, найма. Щелкните по найму, наберите... Ага, нужно нанять теперь врача. Врачи. Набираем сюда. Зина есть и Честер. Наверное, Зину лучше взять. Ни хрена себе, она дорогая. 37 тысяч, что ли, стоит. Подождите. Но у нее здесь, посмотрите, какая терапия. Развивает навыки лечения на 10%. Мотивация. Скорость 10%. Также у нее есть и диагностика плюс 15. Строение поднимает она, короче, на 10% лучше. Наверное, давайте возьмем Зину без проблем. 6400 плата за найм. 37 тысяч мы за что отдаем-то, не пойму. Так, давай мы сюда ее сразу закинули. Как здесь угарно можно закидывать врачей. Ура, больница готова принять пациентов. К нам пришли первые пациенты, отметившись в регистратуре. Пациенты направляются в кабинет врача в общей практике для установки отделственного линия диагноза. Ну, давайте, короче. У нас есть регистратор, регистрация, вернее, есть и врач у нас есть. Отлично. Уже можно работать. А что мы приблизить? Отдалите кнопку мыши. Так, подождите. Это у нас, по-моему, уже было. Давайте проследим за нашим первым пациентом, который нам дает кабинет врача общей практики для диагноза. Так, приблизить, прокрутить колесико. Блин, я что-то прокручиваю, но поверните камеру. Наклоните камеру. Двигайте курсор влево или вправо, зажав среднюю кнопку мыши. Так, один человек у нас к нам пришел. Замечательно. Замечательно. Он к нам пришел, и у нас, кто это такой? У нас можно о нем? Тофи. Котовник его зовут. О нем есть информация, направление врача. Оба. Что-то врач как-то мы разместили, надо его потом повернуть немножко, потому что... 500 баксов. Подожди, что это было такое? Вы поставили первый диагноз, врач общей практики прислал сообщение. Ищите его в списке сообщений в нижнем правом углу экрана. Чтобы вылечить этого пациента, нужно построить аптеку. Построить аптеку нажмите медбрата или медсестру. Нажимаем. Так. Требуется аптека. Врачи открыли новое заболевание. Насадный кафель, а источник заразы часто является ванная комната. Современные откафливающие средства успешно борются с проявлением этой болезни, которой раньше приходилось взбивать отвертки. Пациент нуждается в лечении. Чтобы вылечить пациента, требуется кабинет аптека стоимостью сооружения 7600. Так, попросим пациента подождать и выписать. Кстати, здесь у нас улица есть, вы видите, да? Ребятки идут потихонечку. Вот сюда. Так. Сделаем, например, вот такую. Вот большую, чтобы она у нас была. Не знаю, насколько это круто. Так. О, аптека. Так, ставим. Дальше что? Требуется медбрата и медсестру нужно найти. Давайте сделаем там окно быстренько. Блин, пациенты уже идут, а мы еще не готовы. Ну-ка, давай окно. Там сделаем два окна. Что там еще нужно? Дверь сделали. Шкаф для бумаг поставим вот сюда. Видимо, здесь какие-то нужно обязательные вещи замутить. Построить кабинет. И у нас получилось. Я что-то немножко пока разбираюсь. Так, у нас здесь медсестра. Гагата. Кашель сон. Кашель сон. У нее такая фамилия интересная. Кашель сончик. Так, вот у нее уже первый пациент. У меня вот здесь уже очередь уже накопилась. Пока мы тут строли. Я-то выбирал, планировал. Как бы сделать все красивенько. Как бы угарненько все замутить. И вот у нас готово. Так, и пошли уже первые пациенты. Посмотрите, как они обследуются. Прикольненько, да? Видите, там что происходит вообще? Он, кстати, как-то у него, наверное, что там с ним делать? Слушайте, маленькие тачки тут на... Люди прямо на машинах приезжают. Я смотрю на каждого персонажа. Если подоблюдать за ним, у них есть информация. Вероятность успеха составляет 100%. Тяжесть заболевания, точность диагностики. Отлично! Мы вылечили первого пациента. Бюджет немного пополнится. Репутация больницы улучшилась. И это привлечет новых пациентов. Навыки врачей и младших медработников напрямую влияют на эффективность лечения. Некоторые болезни поддаются лечению хорошо. Другие с трудом. Продолжайте ставить диагноз и оказывать помощь пациентам, чтобы заработать средства на расширение больницы. Кстати, надо бы вот эту штуку как-то перенести, взять ее и переставить вот сюда. А когда мы излечим пациентов, репутация больницы улучшается. Это привлечет еще больше пациентов... Слушайте, там кровь, что ли, у него берут или что там делают? За дорогостоящим оборудованием надо ухаживать. Процесс использования, оно изнашивается. Иногда его нужно чинить. Сломанное оборудование создает опасность пожара. А пожары, как можно догадаться, не способствуют созданию хорошей рабочей атмосферы. Иметь санитар, который будет обслуживать аппаратуру, а заодно проверьте наличие огнетушителей. Лучше перестраховаться, правда? Конечно, главная цель она отображается наверху, на верхнем углу экрана. Наверите на них курсор, чтобы узнать подробности. Нанять санитара. Чтобы на них сотрудника, нажмите кнопку «Нанять». Ну, это понятно, мы сейчас туда заглянем. Так, санитары, санитар, санитары леса у нас. Кто будет санитаром леса? Помела пудель. Так, ничего не грибут бабки здесь, вообще капец. Унесы рекомендации с места работы. Ворчащий желудок. Предельная бодрость. Все выпускает из рук. Ну, круто. Ну, давайте возьмем ее. Это санитар, получается же, да? Младшая санитарка ищет работу. Так, она пока ищет работу, пока еще не нашла. Здесь у нас, посмотрите, пациенты прямо здесь копытят денежки. Нам, верите, да, получается, расходы. Выручка 11500, расходы 8200, прибыль 3200. У нас уже, мы сразу же поперли в плюс. Прямо в самом начале игры это хорошо. У нас, в принципе, большая здесь больница. Я не знаю, здесь можно как-то еще обстраивать ее дальше или нет. Посмотрим. Тут у нас что происходит? Мне вот интересно. Тут по очереди не выстраивается. Видите, вот этот вот чувак вообще кашляет постоянно. Так, что у него там, настроение какое? Температура у него, что ли? Нет, видишь, комфортно. Журнал. Это, наверное, где он был, какие у него вся информация абсолютно. Вся синфан. Так, ну что у нас? И 5000 долларов, что ли? Ни хрена себе. Мы его вылечили за 5000 долларов. Он проснул, например, пришел в больницу, отдал 5000 долларов. Отлично. Разместить два огнетушителя. Давайте посмотрим. Здесь у нас два огнетушителя есть. Давайте мы их поставим. Я предлагаю. Это, конечно, тема очень важная. Так, один сюда и один вот сюда огнетушителем. Делаем так. Хорошо. Может быть, они должны в помещении быть или снаружи стоять? Не знаю. По-моему, все мы задания пока выполняем. Когда износ аппарата достигнет 50%, санитары там что-то будут делать. Для беспереводной работы больницы хорошее настроение, персонал и пациентов крайне важно. Со временем пациенты начинают испытывать голод, жажду и скуку. Либо обеспечьте им доступ к еде. Так. И напиткам, и развлечениям. А также позаботьтесь об удобных местах для сидения в перерывах между консультациям. Когда у пациентов портится настроение, они уходят в другую клинику. Блин, хреновенько. Сделайте зону ожидания уютнее, разместив в ней несколько предметов. Разместите скамейки. Да, скамейки, кстати, да, очень важная тема. Потому что, когда приходишь в больницу, вечно там уже все занято. И реально было бы прикольно, если были бы скамеечки. Это правильно. Это все верно. Давайте здесь скамейки поставим. Давайте вот сюда, наверное, поставим скамеечки. Может быть вот так. Вот это вот мы передвинем вот сюда. Урну давайте уберем вот куда-нибудь вот так. Здесь передвинем. Секунду. Секунду. Садитесь сюда. Так, что-то настроение улучшилось, да. Давайте можно поставить, может быть, еще с этого края. Можно сюда поставить скамеечку. О, вот еще сбоку поставим еще скамейку. Так. Вот здесь прямо скамеечки еще сделаем вот сюда. Можно еще поставить. Пожалуйста, клиенты. Садитесь. Разместите стойку с брошюрами. Стойка с брошюрами, кстати, тоже очень важна. Потому что, когда ты приходишь, ничего не понятно, где что находится. Там, может быть, даже цены можно узнать. Может быть, возле регистратуры поставить. Я думаю, что возле входа брошюру надо ставить. Автомат с напитками. О, это дополнительный, в принципе, бизнес, да. Автомат с напитками ставим за 500 баксов. Автомат с напитками. Эта тема, кстати, тоже хорошая. Например, прибежал рано утром. Надо сдавать какие-нибудь анализы. Хотя, наверное, когда ты анализы сдаешь, абсолютно точно нельзя. Ничего есть, ну, допустим, можно там, давайте вот так, наверное, урну опять уберем вот сюда. Я бы ее убрал бы, я бы ее вообще бы брал бы вот сюда, так скажем. Во, вот сюда я поставлю. Так, автомат с напитками. Слишком много напитков не будем ставить. Ну, допустим, это для тех людей, кому анализы сдавать не надо, например. Кто-то прям проголодался реально, хочет немножко перекусить, почему бы нет. Разместить автомат с легкими закусками. Ага, здесь у нас с напитками, здесь у нас будет с закусками. Ну, давай сюда поставим без проблем. Бам, короче, готово. Все сделали, все вроде бы готово. Так, чтобы взять предмет, ну, нам рассказывают, как что сделать. Это мы, в принципе, знаем. Передвинуть, перемещать. 184 тысячи долларов. Слушайте, сколько у нас там прибыль идет? Бодрость сотрудников и перерыв. И во время работы сотрудников устают и периодически уходят на перерыв. В комнате отдыха они смогут расслабиться, чтобы вернуться к работе с новыми силами напитки. И закуски поднимут им настроение. Более просторная комната с интересными предметами. Будет эффективнее поднимать настроение тех, кто ей пользуется. Кроме того, в уютной комнате отдыха персонал быстрее восстанавливает бодрость. Так, что-то нужно будет. Постройте кабинет комнаты отдыха. Чтобы построить кабинет, выберите кабинет в списке кабинетов. Перетаскивайте курсор. Так, ну это понятно. Так, как она называется? Комната отдыха. Давайте посмотрим. Кабинеты и комната отдыха у нас. Так, окей. Давайте мы сделаем не вплотную к стене, а по центру мы ее вот так вот поставим. Например, вот она будет. Ну, скажем, вот такая вот большая будет. Комната отдыха. Дверь поставим сюда. Тут у нас диван есть, к примеру, да? Диванчик. Там, может быть, что там еще можно сделать? Окна, конечно же, давайте сделаем. То будет комната как-то не очень смотреться. Вот, допустим, здесь еще окошечко. И, может быть, сюда еще окошко. Вот так. Три окна. Что еще можно поставить сюда? Диван, шкаф. Не знаю, шкаф надо, не надо. Небольшое личное пространство повышает престижность кабинета. Можно, можно, в принципе, поставить и шкафчик. Ну, шкафчик можно вот возле двери поставить. Если что, может быть, туда что-нибудь засунуть можно. Кресло, например. Вот, допустим, креслица вот так. Ну, посмотрим. Если что, доставим. Вуаля, готово. Комната отдыха на перерыв. Сотрудники уходят в комнату отдыха. В комнате приятная обстановка. Они смогут восстановить еще до окончания перерыва. Вы можете сами поместить сотрудника в комнату отдыха. Тогда он отдохнет. Или в кабинет. Тогда он будет в нем работать. Чтобы взять сотрудника, наведите на него курсор. Нажмите любую кнопку мыши. Например, кто у нас тут уже... Так, я взял сотрудника и могу вот сюда отнести ее. Правильно? Сес носа не подточит. Напитки, закуски поддерживаются. Хорошее настроение. Но если рядом не будет мусорных корзин, обертки и банки окажутся на полу. И раз уж об этом зашла речь, пациенты и персонал выражают недовольство. Если рядом нет туалетов. Это тот случай, когда стоит потратиться на фарфор. Обслуживанием всего перечисленного занимаются санитары. И санитарки, они пополняют торговые автоматы. Подметают им мусор. Доктор опорожняет мусорные корзины и прочищает застающиеся туалеты. То есть, короче, у нас санитарка-то одна есть, но туалетов нет. Строим туалеты. Предмет разблокирован. Туалеты. Так, быстренько делаем туалеты. Давайте здесь мусорку поставим, потому что сейчас народ, наверное, будет кидать у нас. Мусор прям куда попало. Так, народ, давайте сразу же вот мусорка вам, если что. Кидайте лучше туда. Здесь у нас мусорка есть, здесь хорошо. Так, у доктора что тут у нас? Погодите. Давай-ка, наверное, хоре. Давай, все. Иди работай. Иди работай, доктор. Как ее зовут-то? Доктор Зина. Что-то выкинула, прикиньте. Она что-то поела, что ли? Я что-то за ней забыл проследить. Давай-ка, иди работай. Все, хоре. Так, туалеты. Делаем туалеты. Это где у нас кабинет туалета? 5600 стоит. Блин, где бы поставить туалеты так, чтобы нам они как бы не бросались слишком в глаза, да? Допустим, туалет, ну, я не знаю, насколько большой должен быть. Ну, ладно, например, вот 2 на 2. О, можно поставить 2 на 2? 2 на 2. Можно поставить туалетную кабинку. Ого-го. Погоди, что-то здоровая, что ли, какая-то? Нет? Или нормальная? А, она немножко по-другому развернута. А, вот так вот мы поставим. Вот так туалетную кабинку, потом нужно будет раковину, чтобы руки типа вымыть, да? Бам, что еще надо? Сушилка для рук. Сушилка для рук у нас будет вот здесь. И, естественно, дверь нам нужно сделать, чтобы народ мог заходить туда, как бы попадать в туалет. Блин, а почему у нас не получается? Подождите. Так, вот эту вот хрень нужно немножко сушилку вот так отодвинем, а дверь мы сюда поставим, да? Блин, а что такое? А что такое происходит? Почему сушилки для рук-то не вмещаются? Слушайте, ладно. Давайте уберем ее дверь. Дверь надо сделать, однозначно. Сушилку для рук надо как-то по-другому. Надо по-другому разместить. Она либо здесь, сюда она, верите, не попадает, а вот здесь она нормально будет. Все, нормально. Теперь нам нужно что сделать? Подождите. Построить кабинки. Что-то еще не хватает. Мусорка, что ли, нужно? Или что там надо? Что там еще нужно? Блин. Добавьте кабинет. Че, почему не работает-то? Почему не работает? Вроде бы все должно работать, а? Туалеты. Что-то еще не хватает. Подождите, убрать из кабинета. Что-то лишнее. Что-то, может, лишнее? А, вот это, ничего себе, можно весь туалет приносить. Так, добавить, убавить. Минимальный размер 3 на 2. Наверное, нам еще нужно достроить. Еще вот так. Вот. И теперь, о, теперь, наверное, можно. О, нормально. Все, хорошо. Я думаю, прям вообще какой-то маленький туалетик получился. Ну, так, сушилку мы сюда поставим. Может быть, еще одну кабинку? Можно сюда еще одну кабинку прилепить? Я бы, наверное, две кабинки бы рядом бы поставил. Во! Я сейчас думаю, сейчас мы вот так сделаем. Вот так вот раз. Вот так вот раз. Вот так вот влезет, не влезет. Сейчас посмотрим. Там дверь напротив, да? Угу, угу, угу. Так, секунду. Секундочку. Давайте мы вот так. Теперь вот эту вот хрень. Вот сюда, например. Кабинку. Вот так вот. Все. Фух, по-моему, все готово. Надеюсь, будет работать. Шикарно. Кстати, надо бы окно там сделать, не надо. Нет, в туалете не будем окно делать. Ладно, пусть без окна будет. Вуаля, ребята, готово! Санитары по меру необходимости. Прожняет мусорная корзина. Прочащие туалеты. Это приятнее, чем подметать мусор и убирать другие отходы. Шикарно. Видите, люди с сердечками выходят. Им все нравится. Нормально. Продолжение диагностики. По слухам в городе появились новые болезни. Возможно, их будет сложнее диагностировать. В таком случае нам понадобится новый кабинет диагностики. Если врач общей практики не может с уверенностью определить заболевание пациента, направляет туда для уточнения диагнозов. Предмет разблокирован. Общая диагностика. Слушайте, ну прикольно. Я вот впервые в данную игру играю, но мне довольно пока легко разобраться. Конечно, тут много всего надо запоминать, но... Уровень больницы. По мере добавления персонала, кабинетов, растет уровень больницы. Чем выше уровень, тем больше к вам придет пациентов. В то же время с ростом числа пациентов вырастут и в очереди. Постройте больше кабинетов для врачей. И в общей практике вылечите число других кабинетов и сотрудников, чтобы справиться с наплывом пациентов. Предупреждение об очередях высвечивается над кабинетами. Вы также можете вывести курсор на кабинет, чтобы узнать, сколько там человек ждет приема. Так, как это узнать? На кабинет навожу. Очередь от 4 человека здесь написано. Смотрите, автобус приехал. Эй, народ, погодите, у меня еще тут... Здесь очереди нет, а здесь у нас еще очередь. Блин, хреновенько. Там надо бы нам расширить бы кабинет. Я бы 2 в 2 такие бы хрени здесь поставил бы. Так, что они от меня опять хотят? Так, давайте посмотрим. Вылечить не менее 2 пациентов. Видимо, новые какие-то заболевания придут к нам. Люди с новыми заболеваниями. Так, может быть, второй кабинет к нам поставить? Или этот увеличить? А я могу его увеличить как-нибудь? Я вот сейчас навожусь на кабинет. И как-то мне его... Мы пытались диагностировать пациента всеми возможными способами, но так и не смогли подобрать его лечение. Постройте новый кабинет диагностики, иначе пациент покинет больницу. Блин, погоди, погоди, погоди. Так, общая диагностика нам нужно поставить. А, вот еще у нас есть общая диагностика. Так, куда мне его разместить-то, а? Общая диагностика. Давайте, может быть, рядом с туалетом сделаем. Блин, не знаю даже, как сделать. Давайте мы сделаем вот так. Общую диагностику поставим вот сюда. Вот, например. Вот она будет у нас большая. Я по центру и поставлю, чтобы у нас был... Так, проход. Что это у нас такое? Общая диагностика. Что там надо делать? Я вообще-то по больницам крайне редко хожу, поэтому буду разбираться в игре похода, потому что я как бы не часто. Так, бывает, и слава богу, ребят, и того и вам желаю, чтобы не часто в больницах-то ходить. Так, в больницах нужно бывать крайне редко. И то только играя в симулятор. Так, диагностический стол, шкар для бумаг. Это у нас корзина внутри. Есть, если чем мы можем ее сюда поставить. Так, ну и что тут у нас еще? Огнетушитель может быть. Огнетушитель, кстати, можно разместить. Я не знаю, может быть, внутри прям... Ну, давайте поставим огнетушитель, если что, в кабинете. Кстати, здесь я не ставил огнетушитель. Давайте тоже можно поставить его вот сюда. Вот с краешка поставим. Пускай 50 долларов, это недорого. Что еще? Можно растение? Растение можно? Можно растение, к примеру, да. Чтобы у нас как-то было более-менее уютненько. Давайте цветочки поставим. Вот сюда поставим цветочек. Вот сюда цветочек, чтобы прям было все четненько. О, кону тут для отдыха, там сам бог велел цветочки поставить. Давайте вот так поставим. Есть. Шикарно. Так, ну что, у нас диаг готова, нет? Готово. Теперь нам нужен врач специальный, да? Какой-то нужно нанять. Так, младшего врача. Кто для диагностики сгодится? Блин. Экстренное сообщение. В городе свирепствует необычное заболевание. Злокачественный просветит. Чтобы оказать помощь заболевшим, нам понадобится новое дорогостоящее оборудование. Продолжайте расширять больницу, чтобы открыть кабинет терапии. Возможно, нам тоже также понадобится еще один кабинет врача в вашей практике и несколько новых сотрудников. Жесть, ребята, жесть. Так, нужно нанять... Так, кого нужно построить? Кабинет. Блин, как тут давит-то быстро. Нанять не менее двух врачей. Нанять не менее младших работников. Так, младшие работники, давайте вот сюда нанимаем вас. Раз. Нанимаем вас... Так, врача, 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 врача. Врачи. Давайте возьмем вот этого. Вот, я вижу, да, она у нас, в принципе... Во, нормально, все, погнали. Все, хорошо, все. Отличненько. Так, здесь еще поставим. Возле кабинета нужно будет поставить этот... Лавочку, лавочку надо поставить вот сюда. Так, вот четенько. Так, у нас, подожди, а этот ты куда попер? Кто-то у нас ушел, подождите. Так, вот сюда скамеечки. Скамеечки. У больницы теперь хорошая репутация, это привлечет больше пациентов и сотрудников. Ну, слава богу, постройте кабинет врачей с общей практикой. Блин, еще надо что-то мутить. Короче, ладно, ребят. Ну, вот такой вот у нас симулятор. Мне вот очень, кстати, понравилось. Сначала прикольно. Такий позитивный и очень интересный симулятор. Видимо, можно здесь разрастаться, дай боже. Развивать свою больницу, строить, зарабатывать деньги. Сталкиваться с новыми и с новыми трудностями. Видите, у меня уже здесь очереди появляются. Прям народ кипит. Возможно, регистратуру еще надо новую сделать, потому что народ прям прет. Он там, кстати, листает, видите, эту стойку с брошюрами. Короче, вообще угарно. Угарно, угарно. Посмотрим, что будет дальше, ребят. Ну, в общем, все зависит от вас, если вам игра понравилась. Ставьте лайк. Наберем много лайков. Будем делать дальше серии. Или делать стримы. Пишите в комментариях, что вам больше всего по душе, чтобы я делал стримы по этой игре. Или серии. Ставьте, в общем-то, значочки там. Я не знаю, какие-то комменты пишите. Плюсы, минусы, если вы хотите, чтобы мы дальше снимали. С вами был Родригес. Я вам желаю всего самого хорошего. Не забывайте про Твич-канал. У нас на Твиче регулярные стримы. Каждый день идут заглядывать туда почаще. Я там общаюсь побольше. Так сказать, есть возможность общаться со зрителями. Также мы играем во многие игры вместе. Всем счастливо. Хорошего настроения. Никогда не болейте. Будьте здоровы. И всем пока-пока.